Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о подготовке к новому сезону проекта «Лето в Подмосковье». Ежегодно правительство региона организует серию мероприятий, на которых жители и гостей области ждут разнообразной культурной и спортивной активности на свежем воздухе. Мы традиционно готовим насыщенную и интересную программу мероприятий, которая затронет каждый город Подмосковья. Это крупные музыкальные, театральные и гастрономические фестивали, которые стали визитными карточками территории и всего региона. При их подготовке Минкультура и Туризма берет большой пласт задач на себя, но от гостеприимства глав тоже многое зависит. В Одинцовском округе множество качественных уличных площадок и парков с развитой инфраструктурой. Теперь главная задача – наполнить афиши интересными мероприятиями, чтобы отдых по душе могли найти люди разных возрастов и предпочтений. Этот сезон у нас будет насыщенным на различные интересные события. В частности, 1 мая пройдет масштабный танцевальный фестиваль «Город танцует в парках» с участием звезд. А 7 мая музыкальный фестиваль «На одной волне». В округе этим летом для отдыха будет доступно 11 парков, 3 пляжа, 12 зон для барбекю, 7 мест для рыбалки, 18 открытых террас и 1 глэмпинг – новый популярный вид экотуризма. Небольшие глэмпинговые конструкции очень большой популярностью пользуются среди тех туристов, которые привыкли к отдыху на открытом воздухе, что называется, на земле. Обычно этот турист ассоциировался у нас с палаткой и походным антуражем, но теперь мы предоставляем нашим туристам комфортный отдых, также близко к воде и на земле, но с более комфортными условиями. Во всех парках округа 1 мая стартует официальное открытие летнего сезона. На Лазутинке в период с мая по сентябрь запланировано более 100 мероприятий с охватом свыше 160 тысяч человек. В дирекции парков Одинцовского городского округа также запланировано более 100 культурных и спортивных событий. В парке Малевича 9 мая пройдет победный забег. 27 мая в парке Раздолье мы ждем всех на фольклорном фестивале «Беседа». Во всех парках в рамках областного проекта 3 июня состоится программа «Город профессий». 12 августа парк Малевича ждет на день физкультурника. И в парке Раздолье будет целый цикл мероприятий. В этом году ожидают увеличение туристического потока на 22%. Если в прошлом гостей округа было около миллиона 800 человек, в этом планируется свыше двух миллионов. Также глава округа отметил, что при формировании плана мероприятий следует уделить внимание будням, чтобы в сезон отпусков и каникул у отдыхающих было больше возможностей активно и интересно проводить время. Чтобы те сцены, которые мы построили в наших парках, они не пустованы. Чтобы там проводились постоянные мероприятия, чтобы собирались любители музыки, шахматы, чтения. Всю жизнь мы поддерживали в парках и не только в выходные, но и в будни. Обо всех событиях любой желающий заранее может узнать на информационных интернет-ресурсах Одинцовского округа. Полина Толмачева, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.